Музыка Все знают, болельщики водника, что золотая эра нашей команды началась с сезона 95-96 годов, когда в Архангельск из Финляндии приехал тренер Владимир Владимирович Янко. Тогда все знали, что тренер именитый, тренер профессиональный, он тренировал сборную России на чемпионате мира 91-го года. Я, кстати, на этом чемпионате мира был. Янко выиграл чемпионат и уехал в Финляндию. Несколько лет его вообще не было здесь, в России. Там он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Президент клуба «Водник» Борис Крынник приглашает именитого тренера и говорит, мы на подходе к медалям, мы на подходе к золотым медалям, надо сделать все для того, чтобы «Водник» был золотым. Сошлись, как говорится, звезды. В то время губернатор Анатолий Антонович Ефремов был страстным болельщиком. Нашлось немало предпринимателей, спонсоров, которые объединили усилия. Ну и Борис Иванович Крынник, президент, тоже страстный болельщик и бывший игрок «Водника». Усилия объединились. И в сезоне 95-96 года «Водник» произвел настоящий фурор и стал чемпионом страны. В тот сезон болельщики вот словно встрепенулись ото сна. Настолько матчи были захватывающие, интересные. И самое главное, что все игроки почти были наши. Буквально два игрока были приглашены. Александр Тюкавин из Котласа, но он играл в тот сезон в Кировской родине, и Игорь Коняхин из Манчегорска. Остальные все архангельские. Но есть такая мудрость. Вот камню, имеется в виду алмазу, нужен ювелир. И вот этим ювелиром стал Владимир Янко. Он так отшлифовал вот этот драгоценный камень, что он стал бриллиантом. «Водник» стал в первый же сезон прихода именитого тренера чемпионом страны. Матчей, которые запомнились бы, у каждого болельщика было великое множество. Но, пожалуй, мне помнится особенно ярко третье чемпионство. Третье чемпионство «Водника». В финале встречается «Водник Архангельс» Сепскана Иркутск. Здесь дома «Водник» буквально громит иркутян 6-0. Ну, «Водник» заказывал самолет Ту-154, приглашает всех журналистов и даже наиболее таких ярких и отчаянных болельщиков в этот самолет летим в Иркутск. А иркутяне в то время действительно тоже царило такое невероятное боление за свою команду, что стадион был заполнен до отказа. Прилетаем на матче 25,5 тысяч зрителей. Стадион у них круговой, полностью чаша. Ну, вроде бы 6-0. Но иркутяне, кого не спрашиваешь, все говорят, 6-0, мы можем отыграться. Ну, можем отыграться, мы тоже не лыком шиты, мы говорим. Это же «Водник», «Водник». Начинается матч на 15-й минуте, иркутяне забивают первый мяч. Это что творилось на стадионе, я впервые ощутил, хотя в Архангельске 10-12 тысяч на каждом матче присутствовало. Стадион переполнен, он больше не вмещает. Там 25,5. И чаша. Это значит звук весь на стадионе. И когда 25,5 глоток крикнули вперед, и радостный вопль своей команды, это что-то творилось невероятное. У меня ощущение, что они сейчас нас сомнут. Так вперед полетели, что когда я находился тоже на льду, недалеко от скамейки запасных своей командой, у меня, откровенно говоря, поджилки затряслись. Сможет ли «Водник» выдержать? И болельщики погнали иркутян вперед. Ну, «Водник» на то он и чемпион. Поехал за третьим чемпионством. Андрей Стук. Сравнивать счет. 1-1. Стадион приуки. И уже «Водник» пошел атаковать. 3-1 «Водник» выигрывает. Но в концовке опять иркутяне добавили темпа. Матч заканчивается в ничью. 3-3. Мы чемпионы. Это тоже, что было на стадионе. Все, конечно, радовались своей команде иркутяне, что они впервые серебряные призеры. Достойно сыграли с чемпионом. 3-3. И незабываемое зрелище было. И впечатлений масса. А вот еще мне вспоминается не чемпионство «Водника», а когда «Водник» уступил по ходу двух матчей Красноярскому «Несею». Это 2001 год. Наши поехали в Красноярск. Финальные игры состояли из двух матчей. Один матч в гостях, второй матч дома. Мы в Красноярске проигрываем 1-2. Ну что ж, дома мы должны выиграть. «Водник» атакует. «Водник» все время в атаке. На каждом метре поля идет борьба. «Водник» ведет 3-1. Казалось, проблем никаких. А в то время меня попросили всероссийской радиостанции «Маяк» вести репортаж с этого матча, делать включение. Я бодро делаю включение. Говорю о том, что «Водник» выступает успешно. И вот наступает момент, когда очередное включение. Я объявляю, идет последняя минута матча. «Водник» ведет 3-1. Сезон «Водник» закончил успешно. И говорю, осталось совсем немного «Воднику» для того, чтобы подтвердить свои чемпионские полномочия. Посматриваю на секундомер. Остается 30 секунд. Ничего не предвещает, никаких опасений. И вдруг следует невероятное. Голкипер Енисея Баландин за 30 секунд до конца матча, что есть мочи, бросает мяч вперед на половину поля «Водника». Наши защитники ведут этот мяч. Он летит. Подкатывается вперед «Золотарев» защитник. Вратарь Хандаев чуть сзади. Мяч летит свечкой. Что делать? Не решился «Золотарев» крикнуть «Я», выскочил вперед и не сказал, что «Я беру». И Хандаев сзади. Одним словом, мяч перед «Золотаревым» ударяется об лед. Перелетая через него, Хандаев тоже заметался, не знает, что делать. Иван Максимов, нападающий Красноярску Енисея, просачивается на скорости сквозь защиту. Подхватывает этот мяч. Хандаев бросается на него, не успевает. Три-два. Немая сцена. Весь стадион переполнен. И полная тишина. Я веду репортаж и говорю, «Красноярский Енисей таким хриплым уже голосом забивает». И мяч влетает в ворота. И тут у меня спазм. И мяч влетает. И дальше ничего не могу сказать. Потому что ощущаю реально, что мяч влетает в ворота водника. Хотя водник и 3-2 выигрывает. Начинаю вообще лихорадочно. А где голос? Может быть, секунд 15-20. Я немая сцена. Потом себя превзамогаю. Объявляю. 3-2. Водник выигрывает. А это даже победный счет для нас чревато тем, что чемпион определялся по результатам двух матчей. Мы там 1-2 проиграли. Здесь 3-2 выиграли. Общий счет равный. 3-3. Но мяч, забитый на поле соперника, считается за два. Енисей нам забил два мяча. Мы там один. И Енисей становится чемпионом. Болельщики были в полнейшем шоке. 30 секунд до конца, и мы пропускаем этот мяч. Конечно, хоть мы и выиграли формально этот матч, но мы проиграли чемпионство. И многие болельщики его тоже. Да, мы проиграли Енисею. Уже вот начинаешь активные болельщики. Мы не проиграли, мы выиграли. Как? Даже не верят. Мы выиграли, но только по итогам двух матчей проиграли. Поэтому этот матч тоже, я думаю, что не только у меня в памяти, но в памяти тысяч болельщиков с отрицательной стороны. Но он памятный тем, что всегда надо делать выводы из таких поражений. Ну и водник в дальнейшем опять был дважды чемпионом. И в итоге 9 раз наш водник становился чемпионом страны. Поэтому 90-е и начало 2000-х годов очень памятные. И особенно памятный сезон был, когда водник праздновал свой юбилей. И в сезоне 2004-2005 годов он выиграл все призы в российском и мировом хоккее. И чемпион страны. И обладатель кубка. И обладатель кубка европейских чемпионов. И обладатель кубка мира. Особенно болельщикам Архангельска запомнились матчи Кубка Европейских чемпионов. Когда не раз в Архангельск приезжали чемпионы Швеции, Финляндии, Норвегии. И был розыгрыш Кубка Европейских чемпионов в Архангельске. Многие болельщики помнят. Знаменитый Сандвикин. Это команда мирового класса. Встречаемся мы первый раз с Сандвикиным в Архангельске. Финал водник Сандвикин, Швеция. Наши ведут. Невероятно. Как мы молодая команда. И вдруг выиграем у шведов. Шведы проигрывая. Берут тайм-аут. Собираются в кружочек. Впервые тогда болельщики увидели, что команда во время матча берет такой тайм-аут. В кружочек совещаются где-то минуту. Все в кружочках. И начинают так играть. То есть ни один мускул, ни у кого, как говорится, не дрогнул. Ни один нерв не дрогнул. Сравнивают счет. Дополнительное время. 90 минут ничья. 117-я минута идет матч. Действительно не просто напряжение. Просто никаких физических сил уже не остается. Но играют до победы. До победного мяча. Кто забьет? Шведы атакуют в нашей штрафной. У тюрьма. Один из защитников дрогнул. Не смог выбить. Просто выбить мяч. И штрафной. Шведы как коршуны в черной форме. Это шведские дьяволы. Мы так называли команду Сандвикин. Налетают, забивают мяч. Немая сцена. Наши все распластались на льду. Кто на коленках. Кто просто лежит. Шведы обнимаются. Болельщики недоумевают. Что это? Наши пропустили? Да, наши пропустили. Но сделали мы тогда правильные выводы. Из поражения шведам. Тогда Владимир Янко сказал. Ничего. Мы этих шведов. Мы этих черных дьяволов достанем. На следующий год подготовившись. Мы снова встречаемся в финале. Со шведами. И уже выиграем. И у шведского клуба. Сандвикин. И потом шведский. Да. И шведский Вейстерос. Были сильнейшие команды. То есть мы в Кубке Европейских чемпионов. Не просто на равных играли с лучшими командами мира. Но и выигрывали. И самое главное вот здесь, что свидетелями таких увлекательных зрелищ стали все архангельские болельщики. А не только вот Кубок мира, когда там играют в Швеции. И практически тогда телевидения не было. Ну, было шведское телевидение, но они показывали только на Швецию. А здесь наши болельщики были свидетелями ярких побед в Архангельске. В 90-е годы и вот до начала 2000-х годов и до 2005-го года практически Водник 9 раз становился чемпионом страны. Естественно, во всех городах страны куда бы ни приезжал Водник, если даже в сибирские города, на Дальний Восток, на Урал, если на иных стадионах собиралось, допустим, 5000, больше нет. На средних таких стадионах. Когда Водник приезжал, все было забито. Все проходы, ну, все даже подступы к стадионам были забиты. Всем хотелось посмотреть на Водник. А Водник уже был действительно профессиональной командой. И я, как сейчас помню, полетели мы с Водником в Братск. Иркутская область, Братская ГЭС. Прилетаем. Мы отсюда полетели вечером. Туда прилетаем. Там уже утро. До матча буквально считанные часы остаются. Там уже день. В гостинице никак не спится. Тем более, приехали друзья. Ну, давайте, пока матч не начался, съездим, покажем Братскую ГЭС. Съездил, посмотрел. Сыграли. Выиграли. Тут же в самолет. Прилетаем. Да, выиграли по всем статьям. И вот так во всех городах прилетали. Буквально до матча. Иной раз оставалось часа полтора. Выигрывали. Садились на свой чартерный самолет. Прилетали в Архангельск. Водник мог себе позволить и такое, что не приезжать накануне за сутки, а буквально за полтора-два часа до начала игры выиграть и улететь обратно. Это тоже, конечно, говорит о высочайшем профессионализме и игроков, и тренерского штаба. Я начал рассказывать. И буквально, когда рассказываю, и тут же я становлюсь свидетелем этих матчей. Вот, представляю, Иркутск, полная чаша. Вот, буквально, вот я сейчас рассказываю, переполнены. Швеция, Юздаль. Идет ливень. И вот этот ливень, и я под дождем, буквально, тоже стою на этом стадионе. И все, вот я это сейчас рассказываю, и все это испытываю. Конечно, моментов много. Ну, за 50 с лишним лет, это столько лет я болею заводник. Было невероятно много матчей. А звезд в воднике, я имею в виду звезд игроков, вообще великое множество. Каждое время рождало своих героев, а в воднике они были всегда народные любимцы. Во-первых, сошлись звезды в том плане, что очень был заинтересован в успехах водника и губернатор, и мэр города, и спонсоры, и президент клуба. Поэтому, как говорят, звезды сошлись. Было все обеспечено, чтобы эти победы подкреплялись и финансово. Ну и второе, именно в тот период времени, это начало 90-х годов, в Архангельске выросли, ну, хоккеисты, я бы сказал, не просто российского, мирового класса. Игорь Гапанович, Николай Ярович, Дмитрий Селинский, Александр Зинкевич, и еще множество ребят, которые были игроками действительно мирового класса. Разрыва в традициях никогда не было. И когда водник стал золотым, эти традиции, заложенные они, воплотились. Была всенародная любовь не только со стороны болельщиков, а со стороны всех, и руководителей, и были приглашены профессиональные тренеры. Поэтому водника всегда получалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова